Так вот, какие источники дохода? Первый, наверное, это экономия, то есть 20% скидка – это то, что каждый зарегистрированный пользователь может покупать на 20% дешевле, чем цены в каталоге. Не зря говорят, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Особенно хорошо это ощущается в семьях, где есть несколько женщин, ну не несколько жен, я имею в виду, а там, допустим, жена, мама, дочка или еще кто-то, да, там все острые и так далее. То есть, когда в семье много женщин, экономия на средства гигиены, на косметики, она становится достаточно ощутимой. Вот, поэтому, ну не зря говорят, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Даже если экономить, ну, допустим, вот среднюю покупку одной семьи 6-7 тысяч рублей, да, в семье, где есть девушки, женщины, ну, допустим, три женщины, да, то получается, что экономия будет составлять, ну, примерно 1200, ну, можно взять там 1500 рублей в месяц. Вот. В год это получается экономия 18 тысяч. На 18 тысяч, в общем-то, можно взять, ну, какую-то технику домой, да, там тот же самый холодильник или стиральную машину. Поэтому не зря говорят, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. И, ну, это считается одним из способов заработка. Второй способ заработка – это немедленная прибыль. Когда вы не просто экономите, а показывая каталоги своим знакомым, друзьям, родственникам или людям, которые отказались развивать бизнес, и когда они у вас делают заказ, да, то вы можете зарабатывать, в общем-то, на этом. Ну, собственно, те же самые 20%, да, то есть, вам делают заказ по каталогу в потребительских ценах, да, вы берете по ценам дистрибьютора, вы берете продукцию в компании по ценам дистрибьютора, да, и, собственно, на этих 20% можно хорошо заработать. Сколько можно заработать? Ну, допустим, если вы имеете свою клиентскую базу, постоянную клиентскую базу, например, в 20 человек, 10 из которых, например, стабильно у вас делают заказы хотя бы там на 2000 рублей, получается, вы на 20 тысяч рублей в среднем каталог продаете. Из этих 20 тысяч 20% она, в общем-то, ваша, и получается, что 4 тысячи за каталог, или это примерно, получается, 5,5-6 тысяч в месяц в виде денег вы только можете зарабатывать, да, то есть, в виде немедленной прибыли. В принципе, для небольших населенных пунктов и в виде тех денег, которые можно заработать достаточно быстро, это, ну, я считаю, это неплохой способ заработка. Помимо этого, в компании есть постоянные какие-то акции, компании, программы премьер-клуба, есть постоянные какие-то рекрутинговые программы, когда вы можете еще получить разные подарки. Допустим, подарки по стартовой программе, когда новичок получает эти подарки на 16,5 тысяч суммарно. Вот, то есть, чистая прибыль от продажи подарков по стартовой программе составит примерно 13,5 тысяч. Это за 4 каталога. Если мы поделим с вами на 4 каталога, то в среднем где-то 3 тысячи рублей в каталог. Вот, поэтому здесь при желании, в принципе, при грамотном подходе можно также зарабатывать небольшие быстрые деньги. Но это деньги, которые, ну, можно зарабатывать, да, но я бы не стал на них делать акцент, потому что на самом деле здесь есть еще более серьезные деньги, которые можно зарабатывать. Когда вы делаете заказы, компания готова возвращать вам от 3 до 22% с ваших личных покупок. И вот здесь вот вводится такое понятие, как балл бонуса. Что такое балл бонуса? Смотрите, компания работает в разных странах, Армения, Белоруссия, Украина, Казахстан. И в каждой стране имеется своя валюта. Но, допустим, вы через интернет начали развивать структуру в Казахстане. И в Казахстане товарооборот измеряется тенге. Здесь возникает вопрос, в чем вам выплачивать вознаграждение? Тоже в тенге, но, наверное, в России они вам не сильно нужны. Поэтому в компании принята такая условная единица балл бонуса. Она равна примерно 40 рублям, да, то есть это по потребительским ценам. По ценам дистрибьютора это примерно 31-32 рубля. Вот. Теперь здесь главный вопрос. Сколько здесь можно зарабатывать, если, ну, давайте вот округлим балл бонуса до 40 рублей. То есть, если вы делаете заказ на 200 баллов, да, то есть на 8000 рублей, компания возвращает вам 3%. 3% от 8000 – это 240 рублей. Если вы делаете заказ, личный заказ на 3000 баллов, да, то есть это уже 120 тысяч рублей, то вам компания возвращает 15% от 120 тысяч. Да, я даже сейчас калькулятор возьму, чтобы посчитать, сколько это. Может быть, кто-то в уме уже может посчитать, сколько будет 15% от 120 тысяч. На 15% это будет 18 тысяч, да, то есть если вы делаете личный объем покупок на 18 тысяч рублей, ой, на 120 тысяч рублей, компания вам вернет 18 тысяч рублей только в виде процентов. Ну, и, конечно, можно посчитать там на 7500 рублей, если вы приобретаете продукции, да, делаете личные объемы, то есть это примерно 300 тысяч рублей, то есть 300 тысяч рублей вам компания заплатит 66 тысяч рублей, да, то есть если вы продаете на 300 тысяч. Но скажите, пожалуйста, да, кто сможет продать на 300 тысяч рублей, кто сможет продать хотя бы на 120 тысяч рублей, вот кто сможет, ставьте плюсики, кто не сможет, ставьте минусы. Вот я на самом деле не смогу и на самом деле даже пробовать не буду это делать, потому что, ну, такие объемы, ну, долго не сможешь поддерживать на самом деле. И на самом деле это даже и не нужно. Просто косметика – это такой штучный товар, который, в общем-то, стоит недорого. И косметикой сделать такие объемы достаточно сложно. Но на самом деле это и не нужно, потому что кто-то любит продавать, кто-то не любит продавать. И те, кто не любит продавать, в принципе, здесь выход есть. Потому что необязательно все это продавать самому. Поэтому можно организовать групповые покупки, либо групповые продажи. И здесь вот включается следующий вид вознаграждения. Это возврат от 22% до 3% с групповых объемов покупки. Именно с групповых. Допустим, у вас есть несколько групп, есть несколько консультантов, которые начинают развивать свои группы. Ну и вот суммарно, давайте посмотрим, 300 баллов плюс 700 баллов, плюс группа, допустим, 7000, плюс группа 4000 баллов, плюс еще один консультант, который, ну, допустим, ветку начинается, у вас там 20 баллов. Ну и консультант, который еще там ничего не сделал. Суммарно у вас 12220 бонус баллов. То есть, вот если возвращаемся к этой таблице, 12200 баллов – это уровень вознаграждения 22%. Эта процентная сетка, она одинаковая абсолютно для всех. И для тех, кто только начинает этот бизнес, и для тех, кто в этом бизнесе уже там много лет. То есть, она абсолютно одинаковая для всех, независимо от статуса, ранга и так далее. Вот, поэтому, смотрите, когда у нас вот такая картинка, компания возвращает на всю эту структуру 22% от 12220 баллов. Вот у кого есть калькулятор под рукой, посчитайте, вот сколько это будет в объемах товарооборота. 12220 баллов. Сколько это будет в рублях? Так, тут половина с телефона сидят, да? Поэтому вы, скорее всего, не так быстро это будете делать. Окей, Лена, спасибо. 488800 рублей – это объем покупок всей этой группы. И со всего этого объема компания возвращает 22%. То есть, 107 536 рублей. Но эти 107 536 рублей, они делятся на всех. Каким образом они делятся? Смотрите, каким образом они делятся. То есть, вот первому консультанту, да, сейчас я даже карандаш включу. Вот карандаш все видят, да, вот я обвожу, вот красный карандаш. Допустим, первый консультант в первой группе возвращается 3%. Второй группе, которая суммарно, ну, там сделала 700 баллов, это может быть там, ну, несколько человек уже группа, компания возвращает 6%. В следующей группе 7000 баллов, где компания возвращает 18%. В следующей группе, где 4000 баллов, компания возвращает 15%. 20 баллов, где компания, ну, нисколько не возвращает, потому что, ну, это уровень процентной лестницы, там, равный нулю. Ну, и здесь 0 баллов, соответственно, тут тоже никаких возвратов нет. Вот, то есть, вот таким образом, да, причем обратите внимание, вознаграждение уходит, ну, вот вознаграждение выплачивается снизу вверх. Сначала ниже стоящие получают свои деньги, только потом вышестоящие. Вот, мне кажется, ни в одной организации такого нет. То есть, смотрите, что получается, когда компания 22% отправила всей этой группе, когда вот первому консультанту ушло 3%, вам остается 19%. Второму консультанту ушло 6%, ну, то есть, второй группе, вам остается 16%. Третьей группе ушло 18%, и вам остается 4%. Дальше, следующей группе ушло 15%, вам остается 7%. С этих 20 баллов вы получаете полностью 22%, ну, здесь нет никаких баллов, да, и со своего личного заказа тоже получаете полностью 22%. Ребят, никого не запутал, все ли понятно, поставьте плюсики, если все понятно, если что-то непонятно, поставьте, я не знаю, знак вопроса и еще раз пробежимся. То есть, компания вам выплачивает разницу между вами и вашим первым уровнем. Допустим, если вы находитесь, ну, ваш объем, допустим, 5000 баллов, включая ваши 200 баллов, да, то под вами получается группа с объемом 4800 баллов, и они находятся там на 15%, а вы на 18%. То есть, 15% со всего объема уходит ниже стоящей группе, а вам остается 3%. Теперь скажите, пожалуйста, где вот, ну, самые-самые большие объемы будут, где самые большие начисления будут 19%, вот, 19%, да, от 300 баллов, или же 4% от 7000 баллов. Вот, кто как думает, что выгоднее, получать 19% или 4%, напишите, пожалуйста, дайте обратную связь. Все, видимо, за калькулятором побежали, да? Вот, как думаете, ребят, что выгоднее, 19% вот в данном случае или 4%? 4%, да, ну, вас уже, короче, не проведешь. На самом деле, да, здесь 4% гораздо выгоднее будет. Ну, с одной стороны, 4% гораздо меньше, чем 19%, но с другой стороны, объем в 7000 баллов гораздо меньше, гораздо больше, чем объем в 300 баллов. Ну, можно даже посчитать, даже там не 19%, а 20, взять, округлить. 20% от 300 баллов, это будет у нас, получается, 60 баллов, да? Да, 60 баллов будет. А 4% от 7000 баллов, это будет 280 баллов. То есть, 60 баллов вознаграждения, да, ну, это где-то 2400. И 280 баллов, это, ну, больше 10 тысяч рублей. Вот, то есть, вот таким вот образом распределяются доходы, когда у вас, ну, несколько команд ведется. Когда вы ведете одну команду, когда вы ведете одну команду, ну, это та ситуация, скажем так, которая вообще невыгодна, да, которая даже если вы находитесь там на 22%, но под вами группа тоже на 22%, кроме как со своего личного объема вы ничего не получаете. Потому что вы получаете разницу между вами и вашим первым уровнем. Поэтому важно, чтобы у вас всегда был разрыв с вашими нижестоящими партнерами. Вот, как такой разрыв поддерживать? Ну, вести несколько команд, да, то есть, быстро научиться строить бизнес на первой команде, потом сразу уходить там на свои, на вторые, на третьи команды. Вот, ну, все вы знаете, вот эти вот общепринятые правила, да, правила построения команд. Сейчас не будем подробно на них останавливаться. Вот, суммарно при, вот, при таком построении команд, вот, доход на уровне 22%, он может варьироваться от 25 до 60 тысяч рублей. Да, хотя по маркетинг-плану доход на уровне старшего менеджера 27 тысяч рублей, вот, ну, в среднем прописан. Он может быть гораздо больше, кстати. Вот, едем дальше. Вот с этим все понятно, ребят, вот, как это считается. Потому что это очень важно понимать, чтобы каждый из вас умел, ну, может быть, как-то варьировать свои доходы, да, смотреть, как на них можно повлиять, как выстраивать свои персональные команды и так далее. То есть, мы с вами, ну, рассмотрели вот такой вот способ, да, то есть, в наших интересах помогать партнерам расти, да, то есть, обучать их, чтобы они росли, чтобы объемы росли. Но в какой-то момент, да, одна из групп делает товарооборот 7,5 тысяч баллов и более, да, то есть, это 22%. То есть, получается, у него 22% и у вас 22%. Что заплатят вам? Получается 22, ну, если вот по разнице считать, 22 минус 22, получается 0. Вот, но на самом деле с этого уровня начинается следующий источник дохода. Следующий источник дохода – это 5% директорский бонус, да, то есть, с этого момента Арифлэйм вводит следующий вид дохода. Это 5% со всего объема товарооборотов лидеров первого уровня, да, то есть, ну, 22% групп первого уровня. И более того, это, ну, одни из самых, это один из самых выгодных доходов, да, это один из самых перспективных доходов. То есть, смотрите, что получается. Я даже вот в своих презентациях очень часто говорю, вот пока ты будешь расти, да, мне компания, ну, что-то будет платить из тебя, но мне выгодно, чтобы ты вышел на уровень директора, потому что с этого уровня мне компания начинает платить 5% пожизненно с правом передачи по наследству. Вот, скажи, пожалуйста, тебе выгодно выйти на уровень директора? Тебе выгодно там зарабатывать от 25 до 60 тысяч, участвовать в разных программах, которые компания запускает? То есть, смотрите, что получается. Это выгодно и нам, как наставникам, как спонсорам, это выгодно и партнерам, да, то есть, у нас здесь позиция идет, у нас здесь партнерство идет, ну, такое вот взаимовыгодное, да, win-win, выиграй-выиграй. Вот, и это тот заработок, наверное, ради которого я пришел в этот бизнес. Простой пример, смотрите, в 15 каталоге 2016 года мы впервые сделали 7500 баллов, то есть, вышли на уровень 22%. Наши наставники Сергея и Юлия Матвеева получали, ну, начали получать 5% бонус от нашей группы. Спустя несколько месяцев, спустя, ну, там, 2 или 3 месяца, наша команда стала делать объемы порядка 20 тысяч баллов. И наши наставники также продолжали получать 5%. Да, то есть, если посчитать, допустим, 5% бонус от 10 тысяч баллов, ну, сколько это получается, там, 20 тысяч рублей, да. А если посчитать от 20 тысяч баллов, то это уже 40 тысяч рублей. То есть, на самом деле, нам, как спонсорам, нам, как наставникам, выгодно проделать свою работу со своими партнерами, довести их до уровня директора, научить их работать таким образом, чтобы после того, как мы начали развивать новые группы, наша команда продолжала расти, да, то есть, эти партнеры, они уже продолжали расти без нашего участия, чтобы они были полностью самостоятельными. И вот этот вот 5% бонус, да, это так называемый резидуальный доход. Что такое линейный доход, что такое резидуальный доход, да, линейный доход, это когда за один раз проделанную работу вы доход получаете один раз. За, ну, резидуальный доход, это когда один раз работу выполнил, но доход поступает многократно. Ну, это можно сравнить, вот, есть притча про строительство водопровода, все, наверное, слышали, да, то есть, когда в одной деревне поставили задачу обеспечить деревню водой, да, и, там, ну, не буду в подробности углубляться, в общем, было объявлено, что за каждое ведро воды или, там, за каждый литр воды готовы были платить одну копейку. Здесь вызвалось два товарища, которые готовы были обеспечить деревню водой. Один взял в руки ведра и начал носиться, начал в деревню воду носить и постоянно получал за это деньги. Второй на некоторое время пропал, да, его не было ни видно, ни слышно. Через какое-то время он появляется и начинает строительство водопровода, да, он потратил время, он потратил деньги на то, чтобы его построить, но потом, когда он эту работу один раз сделал, да, он подал воду в деревне, деньги ему стали капать постоянно. Вот это вот и называется как раз резидуальный доход. Линейный доход – это работа, это какие-то виды бизнеса, это какие-то, я не знаю, в нашем бизнесе линейный доход – это работа с каталогами, да, то есть, когда побегал, продал, получил, не побегал, не продал, не получил. А резидуальный доход в нашем бизнесе – это как раз построение директорских команд. И вот за эту работу платят очень хорошо, более того, платят многократно. Как можно вообще получать резидуальный доход? Ну вот смотрите, несколько примеров резидуального дохода. Допустим, вы покупаете квартиру за 2 миллиона и сдаете ее по нашему городу, допустим, квартиру, которую взять за 2 миллиона, ее можно сдавать за 14 тысяч в месяц. Либо вы в банк под процент кладете 2 миллиона рублей. Ну вот здесь 11% это вообще прям, это очень позитивный процент, по факту это 7, 8, 9. Но даже 11 взять, это получается у нас доход резидуальный, опять же, 18 тысяч 300 рублей. И есть третий вариант. Можно создать директорскую группу, директорскую структуру, объемом 7,5 тысяч баллов, получать с нее директорский бонус. Он равен примерно 12 тысячам, в зависимости от того, сколько баллов в группе, каким образом она построена. Даже возьмем 11 тысяч в каталог, в месяц это 16,5 тысяч. То есть смотрите, что получается, у кого есть сейчас 2 миллиона рублей свободных, чтобы положить в банк, либо построить квартиру, либо купить квартиру. Вот у кого есть, можете прям плюсики поставить. У кого нет, можете минусы поставить. Да, то есть смотрите, какие варианты получаются, да, как нам создать пассивный доход. И можно построить директорскую команду, да, вот сколько эта директорская команда может строиться. Кто-то ее за несколько месяцев строит, кто-то ее за год построит, кто-то за два построит, но какая разница. Как итог, как итог, это все равно резидуальный доход, да, то есть когда ты сделал одну работу один раз, да, то получаешь деньги за нее постоянно. Но здесь очень важно понимать, что эту работу надо проделать качественно, да, не срезая никаких острых углов, чтобы они потом не повылазили. Вот, поэтому это следующий вид дохода, это 5% с товарооборота лидеров первого уровня. Более того, компания готова нас стимулировать, чтобы мы не просто сами выстраивали директорские структуры, а чтобы мы своим партнерам помогали также выстраивать директорские структуры, и компания готова нам за это платить. Сколько платить? С лидеров первого уровня 5%, как я уже говорил, 2% с товарооборота лидеров второго уровня, полпроцента с товарооборота лидеров третьего уровня, 0,25 четвертого, 0,125 лидеры пятого уровня и 0,625% с товарооборота лидеров шестого уровня и далее. Да, то есть по большому счету, чем глубже будет наша организация, тем больше денег мы будем зарабатывать. Теперь смотрите, может показаться, что это, ну, такой, знаете, ну, проценты какие-то копеечные, да? Ну, давайте посчитаем, вот, давайте, знаете, как вот прям домашнее задание, вот все ли есть в чате для менеджеров, там, в чате для спикеров, ну, вот в чате для менеджеров, в частности. Давайте вот такое вот домашнее задание дадим. Посчитайте, пожалуйста, сколько будет зарабатывать бриллиантовый директор, да, то есть у которого 6 веток бриллиантовых, и, то есть, ну, в каждой ветке по бриллианту, и у каждого из этих бриллиантовых веток еще одна, ну, то есть каждая ветка бриллиантовая, бриллиантовая. Я, ну, доступно объяснил, то есть смотрите, что получается. 6 групп, то есть у вас 6 групп, каждая из этих 6 групп тоже бриллиантовая, и, ну, то есть получается 36 групп во втором уровне, и каждая из тех 6 групп тоже бриллиантовая. Услышали идею, ребят? Как бы это вам нарисовать? Надо было это сразу на слайд запулить, чтобы это доступно было. Так, минусы поставили, да, значит не поняли. Не поняли, да? Ну, давайте, знаете, как сделаем. Я это задание нарисую, и в чате для менеджеров 9-18% скину его. Вот, кто посчитает нужным, дадите обратную связь, сколько будет зарабатывать бриллиантовый директор, учитывая вот этот вид дохода. Следующий вид дохода в компании Арифлейм – это бонус за активность. Да, бонус за активность. Это тоже доход. В компании Арифлейм выгодно быть активным. В компании Арифлейм это очень хорошо вознаграждается. Это даже, ну, не в компании Арифлейм, даже в нашей команде это тоже очень хорошо вознаграждается, вот эта вот активность. Первый бонус за активность – это бонус премьер-клуба. Да, то есть ты делаешь, когда свои 150 баллов, то получаешь доход там 140 рублей. Но помимо этого ты получаешь еще бонус премьер-клуба 800 рублей. Так, слайд старый, да, тут считается еще 10%. Ну, даже если 250 баллов делаешь, ты получаешь доход около 300 рублей, но и при этом ты бонусом премьер-клуба получаешь порядка 1000 рублей. Да, то есть активность здесь поощряется таким образом. Поэтому новички, которые сразу проявляют эту активность, которые сразу начинают, ну, которые сразу входят в премьер-клуб, да, они сразу, в принципе, хороший бонус за активность получают. Следующий бонус – это карьерная лестница Арифлейм, да, то есть бонусы за достижение каждого звания. За звание директора – 1000 долларов, потом далее – полторы, две, три, четыре, шесть и так далее, и так далее. Да, это тоже бонус, я извиняюсь, бонус за активность, бонус за рост, бонус за то, что делаешь новые звания. Следующий бонус – это автомобильные программы, да, то есть с уровня директора вы начинаете участвовать в автомобильной программе Арифлейм. Да, вот я свой автомобиль уже получил в мае прошлого года. Кто еще получил, поставьте единички, а кто получит в этом году, поставьте двоечки. Дайте обратную связь. Вот, то есть я такой автомобиль получил, и многие партнеры даже, которые здесь находятся, да, тоже уже получили свои автомобили. Это тоже бонус за активность, бонус за достижение звания. С уровня бриллиантовый директор – это автомобильный бонус в виде программы премиум-класса, да, то есть вы выбираете автомобиль премиум-класса, и компания вам финансирует 2 миллиона 150 тысяч рублей. Помимо этого, там еще есть разные, как сказать, ну, разные финансирования, да, не будем сейчас на этом заострять внимание. То есть компания Reflame выгодно быть активным, да, более того, когда ты активно развиваешь структуру, твои доходы начинают расти, ну, скажем так, в геометрической прогрессии. Ни на одной работе по найму, ни на одной работе по найму нет такого роста доходов. То есть смотрите, что получается, вы сделали, допустим, золотого директора, ваш доход, ну, примерно, там, 90 тысяч долларов, да, 900 тысяч рублей. Выстроили еще одну структуру, еще одну директорскую команду, построили, ваш доход уже миллион двести. Причем компания также платит в долларах, да, премию за достижение звания. Ну, и смотрите, вот, допустим, построил еще одну группу, у вас уже доход миллион шестьсот пятьдесят тысяч. Шесть команд построил, два с половиной миллиона. Вот, то есть таким образом вы сами можете варьировать свой доход, уровень своего дохода, вы сами можете варьировать свой карьерный рост, да, то есть когда, сколько вы групп построите и так далее. Но даже если взять, допустим, средний темп, строить одну группу в год, одну группу в год, то через десять лет, да, вы достигаете звания дважды бриллиантовый директор с доходом четыре с половиной миллиона. Четыре с половиной миллиона – это, ну, примерно, триста двадцать пять или триста пятьдесят, даже триста семьдесят где-то, триста семьдесят тысяч рублей в месяц. Через десять лет, где бы вы сейчас не работали, есть ли у вас такая перспектива в работе по найму, да, то есть если выстраивать по одной группе в год, через десять лет вы будете зарабатывать триста семьдесят пять тысяч. Есть ли такая перспектива на тех работах, где вы сейчас работаете, либо на тех профессиях, на которые вы сейчас учитесь? Ну, скорее всего, вряд ли, да, скорее всего, вряд ли. Даже если взять 12 лет уровень исполнительного директора, то есть 12 команд построить за 12 лет, то там уже доход полмиллиона. На полмиллиона, наверное, вряд ли где-то в моем даже окружении есть люди, которые зарабатывают такие деньги. Поэтому компания Ariflame, карьерная лестница, мне очень нравится в том плане, что ты уже заранее знаешь, куда тебе целиться, как тебе идти, каким образом. То есть ты даже можешь распланировать вот эти движения по карьерной лестнице. Более того, даже если взять премии вот эти, вы за каждые 6 групп получаете премии, за каждую группу точнее, не выстраивая старые заново. Поняли идею, ребят? То есть доходите до бриллиантового директора, получаете премии 17,5 тысяч долларов. Построили еще 6 групп, это уже 42 тысячи долларов. Построили еще 6 групп, это уже 66 тысяч долларов. Еще 6 групп, это уже 142 тысяч долларов. То есть за одну и ту же работу компания платит все время все больше, больше и больше. Потому что, ну, растет ваш уровень профессионализма. Это как, ну, в стартовой программе, знаете. Сделал 100 баллов первый раз, получил там на 1300 рублей подарков. Сделал 100 баллов второй раз, получил на 2500 подарков. Сделал 100 баллов третий раз, получил там на 4500 подарков. Сделал 100 баллов четвертый раз, получил подарков на 5700 рублей. Поняли идею, ребят? Вот в карьерной лестнице то же самое, абсолютно то же самое. И более того, на том пути, на котором вы сейчас находитесь, наверное, самое сложное, самое непростое – это движение до директора. Это то время, когда вы только-только обучаетесь этому бизнесу, когда вы нарабатываете навыки, повышаете свой профессионализм. Дальше уже будет проще на самом деле. Поэтому те, кто еще не дошел до уровня директора, имейте в виду, вы сейчас проходите такую самую сложную дорогу, с которой большинство людей сворачивает. Итак, смотрите, подытожим. 8 источников дохода. Первый вид заработка – это экономия. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Второй вид дохода – это за личные консультации по продукции, за продажи. То есть, 20% разницы каталогов, плюс премьер-клуб и разные подарки. Третий вид дохода – за большой личный товарооборот, ваш возврат. Четвертый вид – за приглашение и обучение. То есть, за то, чтобы ваши группы, ваши структуры уже росли. То есть, за спонсирование. Пятый вид дохода – за обучение лидеров. То есть, когда в вашей команде люди уже становятся директорами и выходят на директорский уровень. Шестой вид дохода – это за то, что ваши лидеры стали учителями. То есть, когда у ваших директоров уже появляются свои директора. Седьмой вид дохода – это премии за активность. И восьмой вид дохода – это за ваши амбиции, это разовые чеки за звание, это путешествия, разные конференции, менеджерские, золотые, бриллиантовые, исполнительные и так далее. То есть, это все здесь есть. Ну и теперь, подытожив, хотелось бы задать три вопроса вам. Кто из ваших знакомых знает обо всех вот этих возможностях компании Арифлейм? Обо всех этих восьми источниках дохода? Потому что про компанию Арифлейм знают все. Если у любого человека спросить, как здесь можно зарабатывать, любой скажет. Там каталогами бегать, к людям приставать и так далее. Но кто из ваших знакомых знает обо всех этих возможностях? Второй вопрос. Кто им об этом расскажет? Кто им об этом расскажет? Потому что расскажут или не расскажут – вопрос не стоит. Сейчас не расскажут, потом расскажут. Технологии интернет сейчас развиваются таким образом, что, ну, блин, так или иначе, мне кажется, любой человек получит предложение о компании Арифлейм. И третий вопрос – что вы начнете делать? Вот ваша задача, особенно если вы только начинаете этот бизнес, чтобы все ваши знакомые, все ваши друзья, родственники, близкие и неблизкие люди, чтобы все знали, что вы развиваете этот бизнес. Потому что сейчас не пойдут, потом придут, потом у них может быть ситуация какая-то жизненная, поменяется, и они придут потом. Поэтому, друзья, вы мне все пишите спасибо, вы, наверное, думаете, что я закончил, да? Я же еще не закончил. Вот. Поэтому, смотрите, друзья, подытожим. 8 источников дохода в компании имеется, и большинство людей обо всех этих источниках дохода не знает. Поэтому все, что предлагается в этом бизнесе – это все возможно. Это все становится реальностью, если вы этого на самом деле сильно хотите. Если вы заранее себе распланируете свой рост, свои все достижения, да, если вы за свою жизнь заранее распишите на бумаге, распланируете. Вот. Все станет вашей реальностью, все станет вашим планом. Ну что, друзья, если есть вопросы, пишите в чате. Если вопросов нет, ставьте какие-нибудь знаки.